Всем привет! Сегодня я сейчас сделаю маленькое видео опять о хлорозе растений. В мае, вернее, я делала уже маленький такой ролик тоже о хлорозе. Вот эта гортензия у меня была еще в начальной стадии после заморозков. Она отходила и у нее были все-все-все веточки, вот эти все были белые, конкретно белые. То есть она хлорозила, конкретно хлорозила. Ну, потом я ее пролила хилатом железа и вот уже больше месяца прошло и она была вообще вся зелененькая, вот такая вот ярко-ярко-зеленая, зеленого цвета хорошая. Видите, вот эти еще сохранились вот листики. Ну, вот уже смотрю несколько дней, начинается опять немножко, видимо, голодания, железа не хватает, ведь прожилочки зеленые, а сами листики уже светлеют. Вот они, они уже светлеют. Хлороз возникает из-за нехватки железа в грунте или в результате нарушения обмена веществ в самом растении, поэтому оно и не может усваивать железо. Основным признаком является это осветление и пожелтение листвы, а прожилочки все остаются зелененькими. Кроме этого, может наблюдаться еще и уменьшение размера листьев, деформация бутонов, скручивание листовых пластин может быть, засыхание стеблей, которые оттуда гонят, может быть засыхание вот этих стебельков. Вот. Только вот при обнаружении, вот только вы обнаружили, надо сразу, конечно, принимать меры, потому что это заболевание нельзя его как бы, ну, запускать, оно страдает растение. Вот. И сразу же применить какой-то препарат, который содержит железо. Вот. В хилатной форме. А в хилатной форме я вот всегда делаю вот. Вот он. Ой. Вот он, хилат железо. Он очень легко делается. Очень легко. На ведро воды вот это 5 грамм высыпается. И все. И прямо по листьям. Кто-то под корешок только льет. А его можно как под корень, так и опрыскивать. Ну, а я прямо с лейки все поливаю. И у меня очень-очень хорошо. Видите, сама гортенция уже большая, поэтому я лейку вот 7 литров сюда выливаю на этот огромный куст. И, конечно же, это самое, оно все хорошо проливается. И листья, и сами растения. Вот. И для чего еще это делается? Гортензия, как и петуния, многие растения, там астильба вот у меня тоже. Они любят кислую почву. Их вообще можно при каждом поливе, чтобы не запускать, вот как-то. Можно вообще просто капельку, несколько кристалликов лимонной кислоты добавлять в водичку, в лейку, которую вы... Буквально несколько там на кончике ножа капельечку подкислить. И можно вот проливать вот так прям. Прямо все вот по листьям. Вы видели, как я... Ну, и сейчас буду проливать. Прямо все по листьям. Не надо там под корешок. А это все, оно все страдает. Оно все должно и это напитываться и там полностью. Все должно усваиваться. Тем более, когда сюда, оно быстрее еще. Ну, вот вам наяву. Если вы тот ролик посмотрите, там у меня, по-моему, за 5 мая. Там у меня еще вообще оно все хиленькое. Тут вообще все такое белое, ничего. И еще, когда вот хватает этой кислоты, то яркие становятся сами цветы. Они будут яркие. Вот сейчас они бледненькие только начинают. Вот. А потом они будут прямо ярко-ярко-розовые. Видите, отошла моя гортензия. Она замерзла у меня. Я думала, не отойдет. В прошлом году здесь было более 100 бутонов. Ну, сейчас не знаю. Не считала, еще бутонов нет. Еще только есть. Вон, только. Видите, только-только еще есть. Зарождаются еще. Вон, маленькие есть. Вон, видите, еще много еще. Вот. Ну, все-таки она отошла. Вот сейчас вот это я разведу в воде. Вот. Также вот я питунки полью. Они тоже уже некоторые хлорозят. Вот она. У меня 10 литров воды. Вот я вот этот 5 грамм эти развожу здесь. Вот. Полностью высыпала. Вот. И сейчас его расколочу. И налью в лейку, и полью. Ну, вот я налила лейку. Сейчас вот так, прям сверху. Вот так. Все. Везде, чтобы достала. Вот так. Все-все-все. Все листики. Все-все. Да, перед этим я полила. Ой. Сейчас немножко вот так мне возьму. Гортынзию хорошо-хорошо полила. Она вся мокрая, как бы. Ну, вот так. Видите? Вот так. Все-все-все. Вот прям я ее купаю-купаю в этом растворе. Чтоб и под корень. И все листики у меня были мокрые. Вот. Видите? Вот ей будет хорошо. Вот так же она опять. Все-все листики у нее будут вот такими. Вот. Видите? У нее вот такие вот прям стали. И вот весь месяц я просто радовала. Ну, а сейчас вот смотрю, жара настала. Опять, видимо, там не хватает чего-то в почве. Вот. Вот. Так же, если у кого нет хилата-железа, вот, некогда там поехать купить его. Хотя он копейки там стоит. Я в Леруае сиди езжу один раз в год. Набрала сразу 10 штук. Мне хватает на все этого хилата. Потому что многие растения любят именно подкисленную почву. Это и остильба, и питуньи, и вигела. Вот у меня сейчас я пролью. Вот еще эти растения тоже пролью. Потому что у них тоже уже хлороз. Сейчас я... У них там осталось вот 2 литра. Я как раз проверю. Вот я вам сейчас покажу. Вот видите? Вот это уже не хватает на питуньке. Вот у нее тоже не хватает вот этой кислоты. Не хватает. Вот она эти желтенькие становится. Листики прям желтые становятся. У питуньи. Потом бывает и хлорозят эти хвосты. Ой, не хвосты, как они. Флоксы. Но сейчас они у меня не хлорозят. Вот сейчас покажу. Еще у меня вигела хлорозит. Ее сейчас тоже пролью. Вот. Вот у меня вигела. Видите? И вот они отрастают. И вот они, вот они, новые листики. И они хлорозят. Вот сейчас я ее. Это водные растения, как вигела, так и гортензия. Они очень любят воду. Вот. И когда вот эта засуха начинается, они, видимо, не хватает там, что-то у них не сос. Ну вот бывает и флоксы. Вот флоксы тоже. Вот там, видите? Тоже немножечко уже начинают. Можно их пролить. Вот. Ну, в общем, видите, вот у нас прям хлорозит. Вот. Можно вот ее тоже. Сейчас я пролью. Там немножко у меня осталось. Вот я сейчас пролью эту, как и вигелу. Вот. Вот так. Что тут еще? Петуньки некоторые хлорозят. Ну, тут нету вот в горшках хлорозят, потому что, ну, не хватает. Там, видимо, не хватает в горшке. Мало места. Объем маленький. Ну, и все. Больше ничего тут не хватает. Вот я вылила остальное. Сейчас вот эту петуньку пролью. И так же пойду пролью вигелу немножечко. Вот она. И вигелу. Вот так. Ну, и вот корешок. И так вот. Ну, все. Мне 10 литров хватило. Вот на это все. Вот так. Ну, вот и все. Пусть оно теперь растет и радуется. Смотрите, в общем, если у кого-то нет, то можно растворить в литре воды 2 грамма железного купороса и 4 грамма лимонной кислоты. И этим и опрыскать. И полить можно вот таким составом. А вообще самое простое, это я же говорю, просто лимоночку по чуть-чуть добавлять. И оно вас будет все радовать. Постоянно. Просто иногда вот не уследишь. Потом вот хожу уже мимо нее. в теплицу с помидорами. Вон помидорки мои, видите, уже вовсю там. И много зеленых. Тесно им в моей теплице. Ну, что поделаешь. Тесно-тесно-тесно им. Вот. Ну, все. Все, что хотела я. Это о гортензии. Я ее уже сделала. Смотрите. Кому нравится. Кому не нравится. Кому нравится, ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал. Все. Всего вам самого доброго. Красивых цветов, хороших урожаев. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok